Ну что, давайте начнем. Еще раз всем здравствуйте, здравствуйте официально. У нас небольшой такой семинар в части. Конкретный такой совершенно тем, поговорить немножко, расставить акценты по основным аспектам вывода IT продукта на рынок. Разумеется, задачи продакт-оунера этим не ограничиваются, задачи продакт-оунера гораздо больше, гораздо шире, и мы о них говорим, как раз разбираем вот на таком уже подробном детальном курсе продакт-оунер. Поэтому, если это ваша область ответственности или планируете туда развиваться, то, в общем, welcome как раз через неделю, там, 4-го, что ли, марта будет. А мы сейчас с вами поговорим об одной из таких обязанностей, очень важной, да, как IT продукт вывести на рынок. Причем, если мы говорим слово на рынок, не нужно думать и понимать, подразумевать под этим, что это только рынок внешний обязательно. Внутри компании тоже рынок своего рода. Вот, поэтому выведение продукта, это не только наружу, но это и внутри компании, да, то, что называется продать, продать внутри компании, продвинуть внутри компании. Тоже очень важная задача. Ну, с кем мы не знакомы, меня зовут Данил Динцес, я практикующий консультант и партнер в развивающемся бизнесе, веду тренинг, так что опыт есть. В общем, про него, как правило, мы с вами и говорим, ну, соответственно, давайте перейдем уже теперь максимально к конкретике. Какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы вывести IT продукт на рынок? Ну, простите, может быть, я не написал здесь слово IT, да, но, естественно, мы говорим об IT продуктах. Я не маркетолог, я... Вот что у меня есть. Так, коллеги, я что, не у всех выключил? Проверьте, пожалуйста, что выключил. Отключены, не надо. Вот. Конечно, в рамках такого небольшого семинара мы не сможем отработать, допустим, какие-то практические активности, все, но я надеюсь, что польза будет от того, что мы хотя бы структурируем, какой набор действий должен выполнять. Какие при этом формируются документы, какие выполняются активности. Вот, собственно, наша с вами задача на ближайшие минут 40-45. Ну, и, собственно, вот начнем с такого summary, да, основные документы, которые должен готовить product owner, соответственно, выполнять действия по подготовке для того, чтобы продукт можно было выводить на рынок, и то, что называется MVP, первый вывод на рынок, и... развитие продукта и поиск вторичных рынков, что, кстати, если это внешний продукт, очень важно, и внутри компании, особенно крупной компании. На первом месте здесь стоит стратегия развития продукта, да, потенциальные потребители, кстати, вот, если мы говорим о выводе на внутренний рынок компании, да, скажем так, важно понимать, а что от этого продукта будет получено. Ну, и всякого рода, да, подготовка информации, как правило, очень короткой информации, когда мы говорим слово документы, не нужно думать, что это какой-то там дурократический труд огромный. Это минимум документов, видеоматериалов, каких-то графических материалов, которые позволят с достаточной точностью, подробностями для соответствующей аудитории дать информацию о продукте и, соответственно, принять решение вашим заказчикам, будь то внешним или будь то внутренним, хотят ли они работать с вами, с вашей командой, эксплуатировать ваш продукт. Ну, и на самом деле, вот как показывает практика, да, за последний год, если говорить именно о практике, вот, компания, с которой я партнерствую, мы вывели уже на рынок, в том числе на операционную окупаемость, три продукта, самый свежий из них, вот, буквально, вышел, то есть он, конечно, еще не в операционной окупаемости, но он уже продается, он уже доступен для клиентов. Действительно, презентация продукта – это самый сильный, самый мощный инструмент, самый мощный инструмент, поэтому давайте начнем, я, наверное, больше внимания уделю именно презентации продукта. Есть разные виды презентации, есть более подробная, которую стоит готовить, как минимум для себя, уже потом на основе такой подробной презентации делать какие-то вышивки для соответствующей целевой аудитории, и, в том числе, исходя из того времени, которое вам отводится на то, чтобы представить свой продукт. И известная практика Гугла, которая, в общем-то, активно пиарится, если вспомнить, команды могут и должны заниматься работой над какими-то своими продуктами, им для этого выделяется время, потом у них есть 10 минут, чтобы представить высшему руководству свой продукт, и он дальше уже идет, как продукт Гугла или не идет. Да, вот, соответственно, из презентации делают такую выжимку. Когда мы говорим слово презентация, тоже так, на всякий случай, это у нас как-то так сложилось, что под словом презентация почему-то понимают слайды в PowerPoint. Нет, презентация – это именно представление продукта, что бы оно из себя, извините, уже за тавтологию не представляло. Это могут быть слайды, это могут быть, может быть, видеодемонстрации, это могут быть элементы какой-то живой демонстрации, может быть, с показом какой-то даже технической аппаратной части или даже деловой игры. Ну, описание проблемы. Естественно, когда мы представляем, сначала нужно описать коротко предметную область. В чем там есть проблема и какие существуют способы ее решить. Ну, давайте говорить честно, не бывает таких, наверное, областей, ну, или, может быть, какая-то совсем редчайшая ситуация, когда нету других альтернативных решений. Не обязательно, кстати, IT-решений. Альтернативные могут быть организационные решения, альтернативные, может быть, вообще уход в другую область, какую-то там, то, что называется, там, авторичные рынки и так далее. Поэтому обязательно нужно показать, как ваш продукт решает конкретную проблему. Ну, я вот привожу в качестве примера наш, допустим, флагманский продукт. Я его здесь не буду рекламировать ни в коем случае, это просто в качестве примера. То есть мы делаем решения, которые на базе смартфона, это приложения, которые работают в качестве слухового аппарата. Кто конкуренты? Конкуренты – профессиональные слуховые аппараты. Конкуренты – не другие приложения. Почему так происходит? Потому что наши приложения используют специализированный проприетарный алгоритм и мощности современных смартфонов. Они действительно таковы. Вот можно дать пример еще несколько лет назад. Там фишка по сети гуляла, что там современный на тот момент, 4 или 5 лет назад, айфон по вычислителям мощности равен всем системам, которые выводили эти летательные аппараты на Луну. Все, вот я дал немного технических деталей. Я показал альтернативы, я показал, какая решается основная проблема. Дать описание вариантов использования продукта. То есть те самые юзкейсы, как конкретный пользователь будет работать с продуктом. То он будет просто ходить со своим смартфоном, с теми же наушниками, только запустит эту программу, которая будет обрабатывать, скажем, голос, входящий аудиосигнал в соответствии с особенностями слуха конкретного человека. Как правило, ни руководство компании, ни внешних инвесторов какие-то глубокие технические особенности чаще всего не интересуют. Поэтому задача владельца продукта – как раз показать, какая решается проблема, на какую аудиторию. Чтобы люди, которые, ну, по большому счету, принимают решение в выделении денег, в выделении инвестиций, поняли, о, нам это интересно, это нам принесет примерно столько. Что еще нужно оценить? Это даже не только для инвесторов, она гораздо более ранней стадии, владельца продукта. А как можно защитить свой продукт? Есть такое понятие unfair advantage, ну, дословный перевод здесь, наверное, не имеет смысла, нечестное преимущество. Это не то, что нечестное преимущество, это такое преимущество, которое создает очень высокий порог, очень высокий барьер для входа в этот сегмент рынок конкурентов. То есть, например, это что может быть? Запатентованная технология. Оп, конкуренту уже тяжелее войти на рынок, действительно. У вас появляется возможность, допустим, что-то франчайзи продавать, какую-то организовывать сеть. Ну, ноу-хау тоже, но это немножко слабее, потому что ноу-хау можно узнать, выработать свое, какое-то, например, ноу-хау. Теперь развернутый вариант. Расшифровываем депозиции для тех, кто хочет понять, углубиться. Ставим проблему в бизнес-терминках. Какой, ну, что значит бизнес-терминках, какой рынок мы можем охватить, какую принести пользу или, говоря таким популярным современным языком, создать ценность для, создать ценность для бизнеса, создать ценность для бизнеса. Своей воли, для внешнего, для конечного, для конечного пользователя. То самое описание, как продукт решает бизнес-проблему, варианты использования, это можно сказать. Оценить рыночную нишу. Один из самых сложных, на самом деле, моментов, особенно если продукт относительно новый, сравнивать с конкурентами, сравнивать с схожими продуктами, которые, может быть, работают в похожей, похожей нише. То есть они не являются, может быть, впрямую вашими конкурентами, но они могут оттянуть аудиторию. Они могут оттянуть аудиторию. Очень важно сосредоточиться, вот здесь в оценке, на том, каковы основные или, иногда говорят, абсолютные преимущества вашего продукта. В английском есть такая жесткая оформировка, killer features, убийственные свойства. Ну, может быть, не надо так столь жестко, но это те преимущества продукта рыночной стратегии, которые принципиально отличают его от ваших потенциальных конкурентов или от тех продуктов, которые, не являясь прямыми конкурентами, могут оттянуть потенциальную аудиторию от вашего продукта. Ну, опять же, в качестве примера, допустим, что в нашем вот этом продукте приложение, которое делает из смартфона слуховой аппарат, является killer feature. Вот сам факт того, что слуховой аппарат – это теперь не какое-то приспособление, которое нужно там покупать, оно дорогостоящее, его нужно настраивать, ну, кто-то стесняется носить. А это просто обычный смартфон с обычными наушниками даже там, ну, не какой-то специальной, может быть, даже гарнитурой. То есть это все становится обычным. Вот это вот ключевое преимущество. Какие ключевые преимущества? Над этим надо очень сильно думать, потому что если таких ключевых преимуществ нет, то владелец продукта рискует свой продукт не продвинуть к аудитории. Если мы переключимся на альтернативный вариант, то есть, допустим, продукт внутри компании нужно продвинуть. Вот представьте, владелец продукта рассказывает, мы хотим сделать продукт, который что-то автоматизирует в нашем обращении, он позволит сократить издержки и так далее. Руководитель смотрит, да хорошо, я издам какой-нибудь строгий приказ, ввиду нормирования, например, там, рабочего времени, мне не надо ничего внедрять, платить эти деньги, я это там в Excel потом исполнение приказа проконтролирую. Нету киллер-фичу продукта. Проблема, которая реально существует, которая описана, может быть, решена другими вообще организационными, а не IT-методами. Ну и, наконец, немаловажный момент, о котором мы тоже чуть подробнее потом с вами поговорим, это представление ключевых членов команды. То есть, почему ваша команда способна это сделать, развивать, поддерживать и в конечном итоге не разбежиться нам. Ну и, естественно, постановка ключевых целей, доля рынка, если это внешний продукт, ну и в любом случае для любого и внешнего, и внутреннего продукта, это и оценка финансовая. Вообще, по исследованиям, большинство инвесторов и внешних, и внутренних тратят на инвестиционную презентацию в среднем 4-5 минут, из которых 2-2,5 именно на финансовую часть. Все остальное примерно равно финансовой части. Четко нужно понять, поэтому продакт-оунер должен четко этой частью владеть. Не значит, что он сам финансист, но он должен организовать эту работу. Что туда включается? Прогноз доходов, детализация по источникам, продажи через партнерские сети, через включение продуктов в состав других продуктов, либо обязательства для использования в определенных подразделениях и так далее. Соответственно, укрупненный прогноз доходов, причем я на всякий случай напомню, потому что, опять-таки, кто работает с внутренними продуктами, естественно, могут сказать хорошо, какие доходы от внутреннего продукта. Доходом от любого IT-продукта считается как принесенная выгода от продаж, так и сокращение издержки на какие-то внутренние затраты, на избыточную работу, на потери, на штрафы и так далее. Это тоже доход, который приносит продукт. Естественно, основное, что нужно сопоставить в этой инвестиционной презентации, ожидаемые выгоды, доходы с расходами. Не особо вдаваясь в детали, укрупненно. Вот классический такой, классический может быть очень хороший, достаточно распространенный вариант, это сколько потратится на производство, сколько на поддержку, ну или сервис, обслуживание, гарантии, сколько затраты на продажу, сколько затраты на маркетинг. И, соответственно, подкрепить, почему столько тратится на маркетинг, на продажу, какова маркетинговая стратегия, если это внешний продукт. Что туда будет входить, какие-то работы с социальными сетями, реклама, проведение опросов, фокус-групп, ну и так далее, и так далее. И в конечном итоге потребности. Какие нужны инвестиции в деньгах и, очень немаловажный момент, мы же все-таки говорим о роли продакт-оунера, компетентностные. То есть есть ли в команде люди, которые обладают или не обладают определенными компетенциями. Потому что когда продакт-оунер обращается, опять же, будь то к внешнему инвестору, будь то к руководителю, он может сказать, у меня есть вот такая команда, но нам не хватает кого-то, кого. Это нормально, этого не нужно абсолютно стесняться. Это прямая работа продакт-оунера. Продолжая говорить о том же нашем продукте, про слуховой аппарат, мы абсолютно честно во всех презентациях всегда заявляли, что, допустим, у нашей команды слабое звено – это маркетинг. И поэтому со стороны инвесторов мы ожидаем даже не столько денег, сколько при внесении маркетинговой компетенции на соответствующем рынке. Ну вот, оценки, рыночная ниша, дальнейшая детализация. Как можно провести оценку, допустим? Понимать, сколько рабочих мест покрывает, допустим, в регионе, на который идет выход. Каков сейчас общий объем этого рынка? Здесь я в качестве примера привел колл-центр. Обязательно указывать ссылку на достоверные источники. Понятно, что в рамках нашей такой презентации, семинара я, естественно, цифры привожу условные, но ссылка должна быть на актуальные доступные источники. Вплоть до того, что когда эта презентация делается, там буквально, я не знаю, за 30-40 минут до начала, нужно проверить, что все эти ссылки рабочие, живые, потому что стейхолдеры, которые на презентации присутствуют, они совершенно легко, и это, кстати, показатель их вовлеченности и интереса, могут кликнуть и пойти посмотреть и дать свою оценку, например. Например, на основе первичных данных действительно ли вы делаете правильный вывод или нет. А если ссылка будет битая, ну, понятно. Вот, уже впечатление будет не то, вроде продакт-оунеры не виноваты, а впечатление уже не то. Ключевых членов команды, ну, а девопсовские команды, они всегда небольшие, поэтому здесь, может быть, стоит говорить и о всех членах команды. Представить, причем, опять же, подчеркнуть те их качества, которые позволят продукт и реализовать, и осуществить его дальнейшую поддержку и развитие. То есть вызвать доверие, вот мы чуть дальше поговорим, даже есть такой отдельный документ, Trustworthy, да, то есть список того, что вызывает доверие. Этот документ, на самом деле, немножко о другом, но сама суть здесь тоже сохраняется. Члены команды должны в итоге вызвать доверие, что вы это сможете сделать. Причем не только с точки зрения технических навыков, а во многом с точки зрения еще и каких-то личностных качеств, того, что человек, допустим, не бросит работу, что называется, на полпути, что он хороший командный, например, игрок, то есть он не станет каким-то там звездным игроком, от которого там разбежится команда, что он не станет тянуть одеяло на себя. То есть вот какие-то такие вещи, что он способен к развитию, тоже очень немаловажный момент. Поэтому представить как технические навыки, так и очень важно такие свойства, умения, скиллы, командные работы, надежности. Общие рекомендации, вы видите, я здесь, наверное, даже не буду очень уж подробно, очень уж подробно, люди, вот как бы это все банально, избито не звучало, но люди в основном это визуалы. Проще воспринимать визуально, поэтому фотографии, графики, крупные, не нужно заставлять высокопоставленных людей, которые иногда там воспринимают большое количество информации в единицу времени, вникать в какой-то там мелкий шрифт. Вот внизу, кстати, пример, который я могу точно сказать, неплохо сработал. Показываю, вот смартфон, вот наушники, одно устройство, один канал, все, больше вам ничего не нужно. Как ничего не нужно? Вот ничего не нужно, все, пожалуйста. Вы хотите проверить? Доставайте свои смартфоны, загружайте, проверяйте прямо здесь. Вот вы увидите, насколько это просто работает. Ну и опять-таки, подчеркивание, выпячивание, может быть, даже своих достижений. Патенты есть. Да, все, у нас конкуренты так просто уже не отберут, не перехватят. Есть, ну, если это внешний, конечно, продукт, уже какие-то объемы продаж. То есть показать, что это не только техническая компетенция, есть навык вывода уже на рынок. Отзывы, собрать отзывы, ну, собственно, концепция MVP, она для того во многом и предназначена, быстро собрать отзывы, доработать, тем самым, кстати, тоже показать, что команда умеет организовать работу, умеет реагировать на отзывы, а не просто вот там бронепоиск уперлась и куда-то там вперед-вперед идет. Коллеги, если есть вопросы, вот сейчас у нас такая с вами логическая пауза, пожалуйста, задавайте, готов с удовольствием ответить, и потом мы перейдем к обзору некоторых других документов, пожалуйста. Такие, если есть вопросы, можно сейчас задать в чате, и потом я на них отвечу. Вот, если сейчас сходу вопросы не возникают, ну, значит, по ходу тоже озвучивайте. А я как раз тогда вот хочу так тоже по логике перейти к документу, который так и называется список доверия. Или оригинальное вот такое название Trustworthy, да? Что это за документ список доверия? Это действительно некий список, который может быть в виде презентации, в виде Word-файла, в виде, можно и видео, хотя видео тут, может быть, не всегда играет. В чем его назначение? Подтвердить серьезность команды. В лайде написано компанию, для компании делал. Это может быть команда, да? Серьезность команды, ее достижения. Такая вот такая вот выжимка в сухом остатке, что команда чего уже добилась. Что туда включать? Что выглядит серьезно? Патенты, о чем я уже неоднократно говорил, в самом широком смысле этого слова. Допустим, в российской практике, скажем, патенты же не выдаются на программное обеспечение. Есть свидетельство о государственной регистрации программного обеспечения, обознанных, там и так далее. Нет патентов, есть свидетельство о госрегистрации. Наличие всевозможных вот этих высококонкурентных преимуществ, fair advantages, все, что мы перечисляли, то есть, ноу-хау, то есть, не раскрывать ноу-хау, разумеется, а указать, что есть ноу-хау, есть какие-то, может быть, эксклюзивные контракты, кстати говоря, тоже очень сильное такое конкурентное преимущество. Наличие, может быть, доверенных клиентов, тоже очень сильное конкурентное преимущество. Отзывы клиентов, экспертов, разумеется, отзывы клиентов всегда более весомые, но если продукт, если продукт относительно новый, то экспертное сообщество, кстати говоря, всевозможные там хакатонные конференции, в чем их польза? Они как раз позволяют получить обратную связь откуда-то извне, от тех же самых экспертов, посмотреть, что происходит на рынке, подавать во всевозможные рейтинги, бизнес-исследования. Они очень часто говорят, ну, они же заказные, они же делаются под какую-то тематику. Да, это во многом правда, но в рамках этой выбранной тематики, этого тренда, все равно, ну, давайте честно сказать, какая-то ерунда, она не пройдет. То есть сам факт того, что команда готова работать с внешними какими-то источниками, предъявляет решения, это само по себе уже говорит о серьезности намерений. Ну, причем я бы еще что здесь сказал? Ну, в рамках, разумеется, корпоративных политик, но подобные тактики очень неплохо могут быть использованы и для внутренних продуктов. То есть команда что-то делает для компании, она представляет, это поднимает имидж компании, это позволяет получить обратную связь, да, могут быть, конечно, будут какие-то ограничения на распространение внутри корпоративной информации, но с точки зрения подходов продукта это, в общем-то, вполне вариант возможный. Если команда уже имеет какие-то другие продукты, информационные, то есть команда уже имеет, да, действительно, есть опыт, выводили, делали, продукты работают, они знают в компании, знают на рынке. И публикации, соответственно, ну, это близко с конкурсами, со всякими выставками, серьезных изданиях, отраслевых, только не как вот это иногда делать, это чуть ли не развлекательно, можно упаси, это, наверное, скорее обратное впечатление произойдет. Именно те издания, которые пользуются авторитетом в отрасли, ну, я не знаю, сеньюз какой-нибудь. Ну, вот, коллеги, вопрос, вижу, как находить инвесторов, в каких случаях стоит обращаться в стартап-акселераторы. Ну, смотрите, я не готов, я, наверное, не такой уж большой эксперт по поиску инвесторов, хотя, да, вот последние года полтора этим занимались, полтора года я не готов говорить, что большая экспертиза. Вот это те самые источники, о которых я только что сейчас говорил. Вот, на мой взгляд, это работает лучше всего. То есть участвовать в мероприятиях, которые направлены на соответствующий либо сегмент рынка, на потребителей, либо сегмент рынка свой, вот технологический, где такие же, как ты. То есть посмотреть на конкурентов, показать себя. Общаться, там присутствуют представители тех же инвесторов, среди потребителей могут быть инвесторы, которые готовы инвестировать в ваш продукт, потому что он им нужен на какую-то перспективу. Вообще поиск инвесторов, могу сказать, вещь очень полезная, даже на начальном этапе, когда никакой инвестор еще к вам сразу не придет, для того, чтобы структурировать свое понимание продукта. Что, да, вот команда делает, делает, им кажется, что они делают крутые вещи. Задача продакт-оунара выдергивать как раз команду в реалии, получать вот эти отзывы, обратную связь, представлять продукт, учиться представлять продукт. Вот просто подумайте, кто из вас принимал участие, допустим, в выставках, конференциях, особенно не как зритель, а когда вы там на стендах стояли, выступали, представляли продукт у себя на стенде, со сцены, к вам подходит, вот подходит, это тоже элемент поиска, поиска инвестора. И таким образом, почему, мне кажется, это хороший подход, потому что он целевой. Это не широкое такое забрасывание сети, а люди, которые ходят на целевые мероприятия, они ваша целевая аудитория, а вы их целевая аудитория. Вот. Что касается всевозможных акселераторов, на начальных этапах, на мой взгляд, это полезно. Я вот сейчас в одной из международных бизнес-школ как раз являюсь участником, ментором программы «Акселератор», немножко с другой стороны, но не как инвестор, разумеется, да, не даром себя инвесторам финансов, а вот как ментом именно. Когда молодые команды, вот я действительно замечаю, даже для себя иногда с удивлением, что те вещи, которые для меня, ну, допустим, в силу того, что я там давно в отрасли, кажутся очевидными, для начинающих команд совершенно не очевидны. То есть, если команда действительно молодая, молодая не в смысле возраста, есть команды там из 18-летних ребят, которые там опыта больше, чем, там, не знаю, у кого, а именно как команда молодая, да, то это может оказаться полезным. Просто поможет избежать таких очевидных детских ошибок, того, что вот шахматисты называют мат в три хода, которые для людей, находящихся в теме, это очевидные вещи, а для вот этих команд они не столь очевидны. Просто подсказать, там всегда полезен взгляд со стороны. Чем, еще раз повторюсь, чем даже поиски инвесторов всегда полезен. Ты начинаешь смотреть на себя немного со стороны. Люди, которым ты представляешь, они тебе отказывают, но они тебе дают обратную связь. А потом, тем самым, ты улучшаешься и продукты, презентационные навыки, и навыки поиска аудитории, и в конечном итоге находишь инвестора или партнера даже. Потому что на более поздних стадиях это уже не столько инвестиции, сколько уже партнерство какое-то совместное. Вот, поэтому, наверное, вот так бы я сказал. Ни в коем случае, ну, вот, Алексей, вопрос, да, Алексей, не претендует здесь на какую-то истину в там высоких инстанциях. Вот, если продолжать дальше про другие инструменты. Есть еще такое понятие, как белая книга, white paper, как термин вы, может быть, слышали, он достаточно широко используется в самых разных областях. В рамках продуктовой разработки и продуктового продвижения под белой книгой понимается такое относительно небольшое руководство по продуктам и услугам. То есть, если в презентации там короткие юзкейсы, то в белой книге, ну, несколько более подробное описание, как продукт использовать, привести варианты использования продукта. Ну, допустим, вот это приложение для слабослышащих, как мы, например, использовали в специалисте. Ну, почему использовать, собственно, и сейчас можно воспользоваться. Если человек хочет повышать свою квалификацию, навыки, знания, да, вот он к нам приходит сюда в специалист на курсы. То есть, ну, доля людей, особенно с развитием мультимедийных технологий, у которых какие-то сложности со слухом, она, к сожалению, драматически растет. Вот, мы не говорим, конечно, о людях, у которых совсем потеря слуха, там, инвалидность, но у которых есть определенные проблемы, это затрудняет восприятие информации. Это создает сложности как раз вот в получении профессионального развития. Ну, просто тяжелее это делать. И вот мы, ну, мы не называли это белая книга, но мы описали варианты использования. То есть, допустим, как использовать, если вы хотите заниматься в классе очно со смартфоном. Да, вот он тогда работает как слуховой аппарат. Вы там тестируете слух в этом классе, проверяете, все настраиваете, а потом просто у вас смартфон вместо микрофона в соответствующей обработке. Один вариант использует, другой вариант использует. Вы хотите заниматься вот так в режиме онлайн по вебинару. Там, соответственно, свой вариант использования и так далее. То есть, это не маркетинг, не реклама в прямую ни в коем случае, да. Вот у меня даже, видите, фразы здесь почерпят. Не стоит явную рекламу включать. Это плотно. А именно помочь людям, которые, в отличие от вас, далеко не погружены в тему, понять, как они могут использовать ваш продукт. Причем вот я бы сказал, что это особенно может оказаться полезным внутри компании. Опять-таки, надо называть это белой книгой обязательно. Возьмите так, как использовать, чтобы ваши коллеги, для которых вы делаете, например, свой внутренний продукт, поняли, а как с ним работать в разных рабочих ситуациях. Можно назвать это мануалом, инструкцией поиспользованию. Только инструкция должна строиться соответствующим образом. Не нажми на, если вы нажмете на эту кнопку, то там что-то, да, вот если вы нажмете на кнопку сохранить, то файл сохранится в том месте. Это никому неинтересно. Вы что, вы не хотите, чтобы пропала ваша информация. И для того, чтобы она не пропадала, вы должны периодически нажимать на кнопку сохранить. Согласитесь, подача информации уже другая. Ну, а вот такая, резюмируя общая информация, такое укрупненное содержание белой книги о команде, описание потребительских свойств продукта, если необходимы какие-то технические особенности, ну, минимально то, что нужно пользователям. Просто, допустим, чтобы они понимали, для того, чтобы, другой приведу пример, вы могли заниматься в режиме онлайн, вам потребуется установить, там, Microsoft Teams. Для этого у вас должна быть, там, Windows, ни версии, ни там, ниже, не знаю, там, седьмой, не помню точно. Или вы должны установить на смартфон, где у вас, там, iOS или Android, там, не ниже версии седьмой. То есть, бэкграунд не какой-то, там, специализирован, просто чтобы человек понял, где он сможет использовать и минимизировать ситуацию, при которой он пытается использовать, а у него приложение не загружается, вылетает или, там, безумно тормозит. И самое основное, да, это вот примеры применения, как более такие неформальные и варианты использования чуть более формализованные. Можно дать сравнение с решениями. Если продукт внешний, ну, да, контакты, ну, внутри. В принципе, полезно, например, действительно, сейчас там Teams очень активно начинают использовать специалисты для как раз проведения занятий. Я коллегам, своим преподавателям, вот, обращайтесь ко мне, вот, тут же мой мейн, видите, а я оставил свой контакт. Ну, и, наконец, один из очень важных элементов, очень важных инструментов – это представление продукта, как его иногда называют в лифте, иногда говорят в такси. В общем, это красивое название, что нужно понимать. Будь то продукт внутренний, будь то продукт внешний. Если вы хотите, чтобы его купили в прямом или в переносном смысле слова для внутреннего продукта, да, там, руководство какое-то высокое поддержало ресурсами или даже хотя бы своим авторитетом, инвестора привлечь. Можно уметь представить короткую вот эту информацию, вот, то, что называется на ногах во время случайной встречи, вот, отвечая на вопрос, который был, что, на мой взгляд, один из хороших вариантов поиска вот инвесторов, партнеров всяких выставок, конференций. Ну, вот, действительно, представь, к вам зашел человек, обменялись контактами, то ты понимаешь, что человек, с которым тебе надо запартнеров с этим, а он просто ходит, смотрит, он не собирается тебе посвящать 10-15 минут времени, выслушает твою презентацию, он вот, нашел, задал вопрос, ну, что у вас тут? И тебе нужно его там буквально там за минуту зацепить. Где ты его встретил? В лифте, на конференции какой-то, это неважно, зацепить человека. Я пару лет назад, когда нужно было, начиналось, я под переговоркой у одной крупной компании три часа просто просидел, сел на пол и сидел три часа, пока нужный мне человек не приоткрыл дверь, он не выходил. Я просто, ну, в наглую приоткрытую дверь вклинился, и мне нужно было, там, не минута даже, 20 секунд сказать, здравствуйте, извините, я такой-то, я вам предлагаю 10% рынка дополнительно, вот, если интересно, вот, моя карточка, разрешите вашу карточку, я вам напишу подробно, я понимаю, что мы занятой человек. Все, там, 20 секунд что-то сказать. Самая основная задача, действительно, чтобы представить продукт так, чтобы зацепить вот этого конкретного человека и постараться получить согласие на его время, которое он сможет немножко больше уделить и дальше уже принять решение. Общие рекомендации, естественно, в первую очередь узнать, как можно больше у собеседника, его роль, кстати, даже если это внутри компании, за что он отвечает, можно обратиться не к тому человеку. Обязательно заготовить связку, то есть понимать, в чем интерес компании, в том числе и ваша история внутри, то есть четкая связка с тем, что вы как-то предлагаете. Зацепить, в том числе, своим энтузиазмом, не формально распяленным, извините за грубость, там, в улыбке ртом, а вот действительно сказать, что есть у меня интерес, я это сделаю. Быть готовым к каким-то ключевым вопросам, в любом случае не молчать. То есть здесь нужно понимать, что тут факт, ну, так сказать, на ходу никто в детали вникать не будет, поэтому отвечать нужно сразу, естественно, не придумывать ничего, да, не буду более жесткие слова говорить. Но быть готовым к основным каким-то ответам на вопросы. Ну, собственно, связку с интересами компании, щедрое предложение, да, это есть принцип, что это, то есть почему этого человека должно заинтересовать. Кстати, это может быть даже более важно внутри компании, когда руководители часто думают, почему я должен свое влияние использовать на поддержку этой команды, а вдруг они провалятся, а это скажется на мне. Ну, это естественное опасение человека. Вот, ну и, собственно, представить, что делать дальше, что вы хотите. Вы же не просто хотите сказать, о, мы такие крутые, что делать дальше. Репетируйте, есть правила, не помню, кто-то из крупных озвучил, врать не буду, но что-то там, то ли кто-то из Гугла, то ли вот таких, дал хорошую рекомендацию на эту тему. Попробуйте на вашем каком-нибудь пожилом родственнике, например, бабушке. Если вы донесли до нее суть вашего IT-продукта, значит, вы сможете донести. Если она не поняла, потому что не очень хорошо владеет тематикой, значит, вы, скорее всего, не донесете ее до потенциального своего инвестора. Ну, вот, наверное, да. Коллеги, я с удовольствием отвечу на вопросы. Я, как уже и говорил, что этот курс, этот вот фрагмент нашего семинара, он, ну, это на самом деле практически полный день мы на курсе по управлению IT-продуктом посвящаем, разбору, подготовке таких презентаций. Вот, поэтому, как общую структуру я вам показал, а так вообще, вот он, этот наш курс управления IT-продуктом. Вот, поэтому, для кого это представляет актуальность тематика и не только тематика выдвижения, проведения на рынок, но и другие обязанности Product Owner, да, как и весь цикл обязанностей Product Owner. В общем, как говорится, все добро пожаловать, все добро пожаловать. Вот, тут, видите, действительно полный цикл от самого начала идей, выбора моделей, разработки и уже, да, вот до вывода вот этой части на рынок. Вот, смотрите, буквально через, меньше, чем через две недели, так что буду рад видеть. Ну, а сейчас, соответственно, пожалуйста, вопросы, какие-то комментарии, вот, буду рад ответить. Вот, и спасибо, что уделили время после работы в рабочий день, значит, тема вас заинтересовала. Вот, пожалуйста, вопросы, еще раз спасибо. Спасибо.